Меркурия Венеры и у Марса. А вот у Юпитера и Сатурна замечали с большой трудностью, поэтому не все были уверены, что вообще есть такое движение. Но вот у Венеры и Марса это наблюдали. А теперь, собственно говоря, кунемся в прошлое. В античности все-таки основное представление об устройстве мира строилось вокруг одной простой истины. Все вращается вокруг Земли. И отсюда наблюдение подобных явлений казалось, что, видимо, планеты вокруг Земли движутся не по ровным траекториям, а по так называемым эпициклам. То есть, вращаясь вокруг Земли, они еще вокруг некого невидимого центра Марс. И то, что мы наблюдаем подобное движение, это прямое свидетельство того, как это происходит. Но, как мы знаем сейчас, и, собственно говоря, как уже выдвигались предположения еще в самой античности, просто невозможно было тогда это еще проверить. Это то, что при всем таком движении объясняется, на самом деле, намного проще. Дело в том, что планеты движутся, а вокруг все-таки Солнца. И как раз-таки Земля, даже не в самой ближайшей к Солнцу, а все-таки только третья. И непосредственно эффект так называемого ретроградного движения планеты лишь следствие разных скоростей и углового наблюдения за планетами в моменты сближения двух небесных тел. И тут мы подходим к одной важной истине. Как бы на этом все, что можно было открыть без телескопа, мы открыли. Ну как бы вот и все. Поздравляю, мы совершили научный прорыв. А дальше наступили многие века и даже тысячелетия, когда ничего большего о Марсе нельзя было сказать вообще. И тут я вам задам следующий вопрос. А вот в принципе с позиции понимания и знаний людей античности, что такое сами планеты. Все-таки планету мы бы как назвали, блуждающая звезда, потому что думали, что действительно какие-то небесные огни, которые находятся на небе, но движутся. Предположим, что основная гипотеза это то, что планеты это такие же звезды, просто которые движутся. Но тогда вопрос, а что такое звезда? С позиции современного человека и наших знаний мы-то знаем, что другие звезды это такие же светила, как наше Солнце. И таких в одной только нашей галактике 200 миллионов, а во Вселенной и того больше. Но ведь не с позиции античного человека. Казалось бы, вот звезда Солнца настолько большая, близкая, яркая к нам, что иногда за легкой облачностью даже можно увидеть ее размер, увидеть ее диск. Так же, как и Луну. Правда, в случае с Луной нам, наоборот, ясная погода нужна. А вот звезды на ночного неба, ну это точки. Более того, постоянные, они никогда не меняются. Хотя очень редко, раз во много веков, а то и тысячелетий, вспыхивают новые звезды, так называемые новые. Ну а что это по итогу, было непонятно. Удивительно сейчас представить, но с конца 19-го и в самом начале 20-го века еще была вполне серьезная научная гипотеза, что Солнце это один большой, большое скопление горючего материала углеродного, вроде как, например, угля. И он просто постоянно горит и тлеет. То есть это была серьезная, вполне себе научная гипотеза, которая с появлением более тщательной и итоговой, точной спектрографии показывала, что все-таки нет, это не уголь, который горит. Было бы удивительно наблюдать, если бы все звезды были бы гигантскими камнями угля, которые просто тлеют, либо горят в космосе. Но все-таки мы узнали мало. И вот как раз таки следующие важные исследования напрямую связаны с вот этим человеком. Галилео Галилео. Это невозможно, потому что появление телескопа и вообще самих наблюдений лично Галилео-Галилео кардинально изменили астрономию. Поэтому ее делят на дотелескопическую и телескопическую эпоху. Он впервые увидел, что планеты это планеты, потому что до этого стало понятно, что звезды и планеты, если мы смотрим на них Земля, они все выглядят как яркие точки. И только в телескоп мы стали видеть планеты как диски с какими-то деталями. И самое важное для нас сейчас, это на самом-то деле открытие и понимание того, что непосредственно сам Марс это тоже какая-то планета твердая, на которой иногда можно что-то увидеть. И самое интересное здесь во всем этом то, что довольно рано по первым наблюдениям стало понятно, что Марс такая же землекаменная, скорее всего, планета, как и непосредственно Земля. Потому что было видно, что у нее постоянно вращается поверхность, потому что Альбедо, то есть яркость разных областей на поверхности диска разная. И мы буквально видим, как Марс вращается. А если мы систематически в течение долгого времени наблюдаем за движением, то мы просто начинаем узнавать эти картинки, детали и понимаем, что оказывается поверхность эта статичная, особо не меняется, а значит она твердая. И поэтому понимание того, что Марс твердая планета, пришло довольно-таки рано, почти с момента появления первого телескопа. Я просто привел фотоснимок того, что приблизительно вы можете увидеть в подавляющее большинство любительских телескопов. И поверьте, в телескоп Галилео-Галилео, также многие другие ранее, было еще чуть хуже видно. Вот попробуйте сами сейчас увидеть что-нибудь на этом снимке. Что может бросаться в глаза, это наличие полярных шапок. Полярных шапок. То есть мы видим, что почему-то на юге, либо хуже видно, но на севере, есть скопление какого-то белого вещества. Так же, как и на Земле есть скопление белого вещества, кристаллов воды, то есть самого льда. То есть на самом деле итог первого поколения телескопов вы видите слева. То есть мы видим, что Марс это явно каменная планета, потому что особенно ее рельеф не меняется. На Марсе видны какие-то явления, которые могут говорить о том, что возможно там есть атмосфера. Но они не говорят точно об этом, мы можем лишь гадать. Те же примеры пылевых бурь. Затем Марс обращается вокруг своей оси почти с тем же интервалом, что и Земля. Вот это опять же сделали, потому что как раз поверхность твердая, никаких сильных смещений и изменений нет. А кто-нибудь знает период обращения Марса вокруг своей оси? 24 с половиной часа. 24 часа 33, по-моему, минуты. То есть буквально на полчаса больше, чем на Земле. Затем следующее, что мы видим, возможно сложный многообразный рельеф, как мы это поняли, как раз потому что у Марса, даже здесь на снимке видно, разные регионы немножко отличаются по цвету. А поскольку они статичны, то возможно, опять же, как предполагали тогда, возможно там где-то моря, где-то горы, где-то равнины, где-то пустыни. Затем следующее, возможная жизнь. Почему об этом подумали? Ну, как-никак, это каменная планета. Если мы смотрим на Венеру, из-за ее облачного слоя мы не можем видеть поверхность и догадаться о том, действительно ли там есть жизнь. А на Марсе мы все-таки что-то видим и думаем, а вдруг где-то вот совсем, ну, относительно недалеко от нас, на другой планете на Марсе есть даже другая жизнь. Вот такие были мечтания. И как ни странно, вот эта вот идея с вопросом, есть ли жизнь на Марсе, он свою актуальность на протяжении всей истории менялся, колебался, но полностью не пропадал. То есть были периоды, когда интерес и к идее того, что на Марсе и жизнь возрастали, были периоды, когда интерес падал, но полностью этот вопрос никогда не пропадал, потому что мы до сих пор не можем сказать точно, была, есть или не будет. Затем спутников, да, мы действительно не видим и как раз то, что на Марсе полярные шапки. Вот как раз последний итог, это одна из причин, почему многие серьезно рассуждали, что возможно на Марсе есть жизнь. Ведь полярные шапки, значит, скорее всего там вода, а если есть вода, то там должна быть жизнь. Вот казалось бы, простая логическая цепочка. Но к чему мы пришли? Понимая того, что телескопы становились все лучше, лучше и лучше, и вот тут мы уже переходим к 19 и 20 веку, потому что, как вы видите, постепенно у нас все-таки улучшались приборы наблюдения, то есть сами телескопы, они становились лучше, четче, что самое главное. Кстати, кто скажет главный параметр любого телескопа? Размер. Чем больше телескоп, тем он лучше, вот и все. А размер уже в свою очередь придет и диаметр телескопа и фокусное расстояние. Но итог краткий, это как раз его размер. Чем больше телескоп, тем лучше. И вот как раз к 19, к началу 20 века появились телескопы значительно больше, чем телескоп Галилео-Галилео. Вот просто для примера, вот здесь вот основание диаметра трубки, ну пару сантиметров, ну может быть близко к 5, может чуть больше. Диаметр телескопа Галилео-Галилео был линзы всего 4 сантиметра. Ну то есть вот телескоп Галилео-Галилео. Поэтому естественно возможности не очень. В то время как в те времена уже появились телескопы диаметром 200 миллиметров, 300 миллиметров. То есть вполне себе большие телескопы, которые даже сейчас, покупая, допустим, себе в обиход, если вы астроном-любитель, либо начинающий астроном-любитель, будут стоить немало, потому что это считается довольно большими телескопами. Ну с той лишь разницей, что в 18 веке ты должен был не покупать, а саморучно делать телескоп, так что тогда еще фирмы особо не было. И вот все это позволило постепенно начать пытаться строить карты поверхности Марса. Вот здесь вы видите карту непосредственно знаменитого итальянского астронома Джованни Скиаппорелли, как видите, очень лаконично, 1888 года. Кстати, интересная деталь. Джованни Скиаппорелли, вот как он наблюдал, ему действительно в телескоп оказалось, что он наблюдает какие-то каналы на Марсе. Только есть одна проблема. В итальянском языке русло реки и искусственный канал называется одинаково, канале. И когда его статью переводили на английский язык, почему-то переводчик подумал, что речь идет не о русле, то есть о естественном притоке, а об искусственном канал. Поэтому, когда мы говорим каналы на Марсе, мы на самом деле подтверждаем только ошибку переводчика, потому что фактически он писал о руслах рек, которые ему казалось, он видит на Марсе. И как ни странно, из-за этой ошибки перевода, затем в будущем один астроном, даже не астроном, а вообще инвестор, Ловелл, вложился на то, чтобы построить очень дорогую обсерваторию, чтобы попытаться найти марсиан на Марсе. Марсиан не нашли, зато эта обсерватория, а точнее ее молодой сотрудник Клайд Томбо, американец, открыл тогда еще девятую планету Плутон. То есть неправильная ошибка перевода привела к тому, что мы открыли Плутон. Такая вот необычная история. Но в нашем случае, все-таки, как мы видим, здесь у нас пускай и конец, но все же, как видите, века девятнадцатого. Сравнимся с следующим вариантом. Здесь уже начало двадцатого века. Тут уже детали получше, но мы все еще видим структуры, похожие на канале, хотя общая детализация улучшилась. Вот что-то новое вы здесь видите? На самом-то деле, я за вас отвечу, по факту ничего нового здесь не появилось. Просто чуть-чуть лучше детали прорисованы, сама карта чуть пояснее, поинформативнее, лучше можно определить широту, но в остальном каких-то особых деталей не добавилось, потому что это все еще ограничение нашего наблюдения Земли. А нам Земли всегда кое-что мешает при наблюдениях за космическими телами. Это наша атмосфера. Вот мы привыкли вот смотреть, я смотрю на вас, я вас вижу четко, хотя между нами атмосфера. Но если, предположим, я отойду на пару километров и буду смотреть на вас в бинокль, мне уже будет вас сложно рассмотреть, даже в бинокль. Почему? Потому что атмосфера будет постоянно колебаться, дребезжать, она будет буквально как кипеть. Из-за этого никогда на большом расстоянии, через большую толщину атмосферы мы не увидим мелких деталей на небесном теле. Эту проблему астрономы решили только в самом конце 20 века, построив телескоп с так называемой адаптивной оптикой, где зеркало до тысячи раз в секунду изгибается так, чтобы войти в противофазу искажения атмосферы. И в итоге мы смотрим через бурлящую атмосферу, а у нас картинка четкая. Но это все-таки самый-самый конец 20 века. А тут на дворе 20 только еще настал. Поэтому эта проблема долго не решалась. Но ее кое-что смогло решить. И поэтому мы идем в будущее и сделаем небольшой переход. Дело вот в чем. Галилео Галилео, как и многие ученые своих лет, боялся, что его научную работу украдут. Поэтому многие записи своих статьи он писал для себя в журналах, даже в письмах, когда передавал кому-то, в виде вот таких вот зашифрованных анаграмм. И вот другой знаменитый астроном, ну вообще даже в большей степени математик, немножко физик, а астроном в самую последнюю очередь, Иоганн Кеплер, посчитал, что вот эта вот анаграмма непосредственно Галилео Галилео, шифровка, переводится вот так. Что переводится на русский как «Приветствую близнецы Марса порожденные». Потому что он подумал, что Галилео Галилео вот в этой записи зашифровал открытие спутников у Марса. Причем двух, поэтому он сказал близнецы. А близнецы по определению должны быть как минимум двое. И затем, кто узнает иллюстрацию справа? Гулливер. В книге, скажем так, немножко высмеивалось общество вот этих лилипутов, описывая то, что их астрономы нашли у Марса два спутника. И знаете, что иронично? Вот оба этих события произошли за много-много лет до того, как на Марсе действительно обнаружили два спутника. То есть слухи, легенды, шутки про два спутника Марса появились до того, как мы увидели реальные два спутника Марса. Вот как мы видим Ассов Холл, ученый, американец, который и открыл непосредственно эти спутники Марса и, наверное, сделал самое большое научное открытие в истории военно-морского флота США. Потому что он это сделал через обсерваторию военно-морского флота США. Вот такая вот интересная деталь. Они построили обсерваторию, чтобы изучать положение звезд и использовать их в будущем для навигации. А в итоге открыли спутники планеты Марс. Я просто открыл цифровую обсерваторию и показал пример того, как относительно вы можете видеть Фобос и Деймос в спутнике Марса, если посмотрите в хороший телескоп. Марс и просто две тонкие звездочки. На самом деле, вот одна из причин, почему я спросил про свет, даже вот у меня, когда я запускал эту презентацию непосредственно на ноутбуке, пыль на экране видна лучше, чем точки от Фобоса и Деймоса на экране. А здесь уж тем более. То есть представьте, ну на самом деле вот здесь очень маленькая точка Фобоса и вот здесь вот очень маленькая точка Деймоса. Я честно не смог вспомнить, какой аппарат сделал это фото, но это буквально аппарат, который подлетал к Марсу, со стороны сфотографировал так, чтобы Марс попал и два его спутника. Но самое главное то, что спутники открыли. И о них мы тоже поговорим. Но как бы на этом все, что можно сказать о Марсе с Земли. И вот наступает переломная дата. Четвертое октября 1957 года. Год, который и дата, которая полностью изменила мир, потому что мы научились отправлять аппараты в космос. Простейший спутник-1. Вот ПС-1, такое официальное название. Но вот как раз таки открытие возможности и вообще создание возможности того, чтобы летать и отправлять аппараты в космос сильно изменили, потому что мы можем наконец-то взять аппарат с научным оборудованием, с камерой, системой связи и отправить его к самому Марсу. И вот тут два аппарата, которые показывают всю иронию космической гонки США и Соединенных Штатов. Самый первый в истории аппарат, созданный и запущенный к Марсу, это наш аппарат Марс-1. Как видите, был запущен совсем, ну, можно сказать, недавно была его дата юбилей, который можно, юбилей был в прошлом году, того, как мы его запустили. Потому что это было как раз 1 ноября 1962 года. Но первый аппарат, который долетел до Марса в рабочем состоянии, это американский Маринер-4, который, заметьте, кстати, в тот же месяц вылетал, но через два года. И как раз таки здесь поэтому и написал, что 1 МС направлена к Марсу и 1 МС успешно выполнившую свою миссию непосредственного Марса. Слева здесь вы видите непосредственно сохранившийся макет аппарата Марс-1, который один демонстрируется в Москве в музее космонавтики, в павильоне космонавтики на ВДНХ, один в Калуге, в музее космонавтики Минициалковского, и еще парочку в каких-то других музеях на самом-то деле таких макетов демонстрационных, несколько штук по всей России можно найти. А вот как раз справа видите такую же копию Маринер-4. И вот что самое интересное, Маринер-4 долетел до Марса и разочаровал всех. Почему? Как только Маринер-4 совершил свой полет, он не выходил на орбиту, он просто пролетел недалеко от Марса и по пути сфотографировал. Он сделал, по-моему, то ли 23, то ли 23 снимка, пока пролетал. Здесь вот инфографика, которую сделали сотрудники НАСА, чтобы лучше понять. Вот он пролетел и пока пролетал совершил вот эту вот серию снимков. И большую часть, в чем была проблема, смотрят, а там везде кратеры. Стало понять, неужели Марс такая плохая планета? Потому что все это время мы думали, надеялись, гадали, что это почти как вторая Земля. А тут присылают фотоснимки, считайте, ничем не отличимы от снимков Луны, где тоже постоянно кратеры и ничего нет. Хотя одна хорошая новость была, потому что самый первый снимок, он показал атмосферу на Марсе. Но вот тут мы впервые, именно в 20 веке совсем недавно, точно сказали, что да, на Марсе есть атмосфера. Но по тем остальным фотографиям было понятно, что, видимо, она невероятно разряженная, потому что если крупные, даже мелкие астероиды могут упасть на поверхности оставить кратер, а этот кратер за много веков никак не стерся, то, видимо, это очень редкая атмосфера, а значит, жизни никакой не может быть. И начался первый период пессимизма по отношению к Марсу. Потому что думали, что он Марс, ну, к сожалению, так уж вышел, что почти как Луна, разве что только из-за размеров у него есть атмосфера, хоть хотя бы тоненькая. И то, что он не серый, как Луна, а красноватый. Вот как бы и все. Но космическая тагонка не закончилась на этих двух аппаратах. Потому что, да, есть Марс-1, есть Маринер-4, но это что, был всего один аппарат Марса и четыре аппарата Маринер? После этого не отправляли? Отправляли. И вот следующие миссии уже ставили перед собой задачу не просто пролететь мимо Марса, хотя и такие были, а уже попытаться картографировать поверхность, потому что они пытались выйти на орбиту. И вот тут начинается этап. Вот тот период пессимизма по отношению к Марсу продлился всего пару лет. Но это стоило первым аппаратам, которые вышли на орбиту уже Марса, совершать регулярные просмотры, как ситуация стала улучшаться. Как раз, опять же, та же самая ирония, какая вышла. Вот здесь представлена схема аппарата Марс-2 и Марс-3, они идентичные были. И вот Марс-2 прилетел непосредственно к Марсу и был первым советским аппаратом, который вышел на орбиту Марса. Почему советский? Потому что Маринер, но уже 9, на неделю его опередил и на неделю раньше, даже чуть меньше недели, умудрился выйти непосредственно на орбиту планеты Марс. А почему? А здесь можно посмотреть интересную деталь. Когда был запущен Маринер-9 и Марс-3, Марс-2 почти тогда же был запущен. Посмотрите, одинаковый период времени, очень малый интервал между того, как мы запустили аппараты. Вот здесь 30-я 05, здесь 28-я 05. Мы даже чуть раньше отправили. Но почему мы позже прилетели? Да потому что наши аппараты были не просто орбитальными, как у Маринер-9, а у них еще был спускаемый аппарат. То есть аппарат был тяжелее. И из-за этого, несмотря на то, что его запустили чуть раньше, чем Маринер-9, но Маринер-9 долетел чуть раньше. И вот тут уже переходим к тому, а что же мы открыли? Все-таки не зря же отправили столько аппаратов. И мы впервые начали видеть Марс уже как полноценную планету со всеми ее деталями. Здесь же как раз аппараты совершали первые цветные фотографии. Маринер-9 просто совершил полную картографию поверхности Марса, в то время как наши аппараты еще и цветными делали изображение, чтобы было лучше понять поверхность его структуру. И вот здесь вы буквально видите серии фотографий. Цветные это с наших советских аппаратов и черно-белая как раз с аппаратом Маринер. Но теперь представим, что мы с вами ученые либо американского, либо советского космического агентства и нам выдали эти фотографии. Что нового о Марсе вы по ним можете сказать? На самом деле, я тут тоже немножко слукавил, ведь на всех этих аппаратах были не просто камеры, а еще сторонние приборы, которые изучали на расстоянии химический состав планеты, проводили измерение рельефа в виде возвышения высоты. И когда ученым выдавали данные, им выдавали не только фотографии, а фотографии одновременно с показаниями других приборов, которые тоже имели привязку по местности. И вот сопоставляя эти данные, мы начинали много узнавать. Как, например, именно тогда мы точно выяснили, а почему же Марс красный? Марс красный, потому что в составе его порода много оксида железа. Обычная ржавчина, оксида железа очень много на Марсе. И вот этот как раз немножко возродил интерес. Почему? Ведь что нам нужно, чтобы железо начало ржаветь? Вот кислород так точнее. А в каком веществе кислород встречается чаще всего во Вселенной? В форме воды. И отсюда стали полноятно. Хорошо, сейчас Марс, скорее всего, безжизненный. Он холодный и сухой. Но если там есть оксиды железа, то, возможно, в прошлом там была вода, там было теплее, там была значительно более плотная атмосфера. Только вот непонятно, что из атмосферы, потому что спектрографы показывали странную деталь. В атмосфере при этом кислорода не наблюдали. Зато наблюдали огромное количество углекислого газа. Вот как раз таки в основном именно углекислый газ и составляет большую часть, на 90 процентов, химический состав атмосферы Марса. Тогда это еще не было до конца утверждено, потому что все говорили, а вдруг это ошибка приборов. Все-таки не забывайте, у нас на дворе 60-е, потом будет конец, начало 70-х годов. Приборы, естественно, не такие точные, как сейчас. Плюс может быть какие-то условия наблюдения, которые заставляют другие химические компоненты выглядеть так, будто бы это углекислый газ. Но тем не менее, уже сейчас мы точно знаем, на 90 процентов это углекислый газ. Но самое интересное. Выяснили, что средняя температура на Марсе не очень таки приятная. где-то в районе минус 80, минус 70 градусов по Цельсию. Иногда опускается до минус 100 и даже ниже. Но опять же, еще с большой погрешностью, потому что аппараты все еще на орбите. И вот следующий логичный шаг был. Как раз да, одна из причин, почему мы отправляли аппараты на орбиту Марса. Мы смогли составить глобус Марса. И вот самое интересное в этом в том, что глобус позволяет впервые структурировать приблизительно, пускай, но структурировать геологическую историю. Потому что по деталям рельефа, их расположения на планете, их высоте над уровнем моря, над усредненным уровнем моря, можно уже строить, пускай упрощенные, но все же модели геологической истории Марса. Но следующий шаг, это, конечно, попасть все-таки на поверхность. И вот тут уже без лишних оговорок. Первый аппарат, который совершил мягкую посадку на Марс, это как раз спускаемый аппарат Марса-3. И самое интересное, знаете что? Я говорил про шумы. Вот, добро пожаловать. Первое фото с поверхности Марса. И, к сожалению, это единственное фото, которое успел сделать посадочный аппарат и прислать. Долгое время было непонятно почему, потому что аппарат сел, проработал где-то 14 секунд, чуть больше, по-моему, и отключился. Не было понятно, почему так происходит. Пока он спускался, да, он проводил измерения, все было хорошо. Но как только он сел, раскрылся, достал камеру и сделал панораму, вот спустя меньше 20 секунд он отключился. Было непонятно почему. Сейчас мы уже можем почти с полной уверенностью сказать, что, скорее всего, причина в том, что тогда была глобальная пылевая буря на Марсе. Видимо, где-то его замкнуло, либо пыль забила часть его контактов, и поэтому сигнал быстро прервался. Но, тем не менее, мы получили панораму. Можно смотреть, разглядывать Марс. Узнаете? А это Марс, тем не менее. И что самое удивительное во всем этом, если бы нам повезло с погодой, в прямом смысле слова, и не было бы пылевой бури, то на Марсе-3 мы бы еще отправили первый в истории марсоход. Вот, кстати, здесь вы можете видеть, это сейчас снимки марсианского орбитального аппарата, который буквально с орбиты Марса смог сфотографировать как места посадки Марса-3, так его тепловой щит и парашют, которые до сих пор лежат на Марсе, их до сих пор пылью сильно не занесло. Потому что, напоминаю, да, на Марсе пыли много, но атмосфера достаточно разряженная, а поэтому все заносится песком и пылью очень медленно. Но вот как раз-таки, если бы он все-таки проработал, мы бы получили первый наш марсоход. И вот здесь я один отмечу, он, в отличие от американских марсоходов, именно ходит по Марсу, поэтому он марсоход. И здесь тебе самое интересное, что он называется проб М. Опять же, вот здесь я представил аббревиатуру прибора оценки проходимости. Небольшой аппарат, кстати, на вот этом слайде его даже видно. Вот он здесь, маленькая такая коробочка, размером где-то с обычную книгу был. И вот этот аппарат должен был как раз провести физические исследования самого грунта. Насколько он вязкий, сыпучий, насколько он абразивный, но, к сожалению, не сработал. А вот первый аппарат, который сел на Марс, полностью проработал и прислал хорошие научные снимки, это вот этот аппарат. Кто-нибудь узнает? Перед вами Карл Саган рядом с аппаратом серии Викинг, Викинг-1, Викинг-2. И вот самое первое четкое фото, полученное людьми с поверхности Марса. Мы видим опору самого посадочного аппарата и поверхность Марса. Но самое главное, именно они первыми стали массово, в большом количестве делать фотографии и панораму поверхности Марса. Здесь мы видим фото с Викинг-1 и Викинг-2. Что необычного на Викинг-2 вы видите? Ини. Ну, снег, ини, тут уж кому как больше нравится. На Марсе, представьте себе, да, низкое давление, низкая температура, нету влаги, но, тем не менее, в некоторых регионах, которые находятся чуть ниже, в низинах Марса, давление иногда может быть достаточно плотным, чтобы углекислый газ конденсировался в ини. А углекислый газ в твердой фазе, как называется? Так, студент, вспоминаем. Сухой лед, все верно. Вот как раз-таки на Марсе иногда идет снег из сухого льда. И полярные шапки в основном как раз из сухого льда и состоят. То есть это не водяной лед, но лед, который даже на Земле мы иногда встречаем, пускай создан рукотворным. Вот теперь краткий итог того, что мы получили относительно данных 20 века. Все-таки Марс точно каменная планета, уже без всяких, но. Среднюю температуру, благодаря посадочным аппаратам, мы уже уточнили, что все-таки в среднем около минус 60 градусов по Цельсию. Хотя отдельно, это средняя температура. А вообще максимально зафиксированная температура на Марсе, как вы думаете, какая? Максимальная. Ты был очень близок к правильному ответу. Только не минус, а плюс 30. Максимальная температура, когда-либо зафиксирована на Марсе, плюс 30 градусов по Цельсию. А самая минимальная минус 120. По-моему, минус 127, если не изменяет память. Но средняя, это минус 60. Атмосфера в подавляющем большинстве СО2 состоит. Жидкой воды на поверхности вообще нет. На поверхности, как видим, мало влаги и в атмосфере. Полярные шапки из того же сухого льда и нет магнитного поля. И вот это уже проблема. Потому что магнитное поле защищает от потоков плазмы и ионизирующего излучения Солнца. А если на Марсе нет магнитного поля, то получается и жизнь там, видимо, никогда и не могла зародиться. Нет следов никакой геологической активности, хотя мы видим следы геологической активности в прошлом. Потому что крупнейший в Солнечной системе вулкан, это вулкан Олимп, именно на Марсе. То есть в прошлом там было активно, но не сейчас. И никаких следов жизни. Ворварде, казалось бы, пришла грусть. Но как раз с 90-х годов 20 века по современности начинается третья волна интереса. С чем она связана? В первую очередь мы стали немножко заинтересовываться самими спутниками Марса. Нам было интересно, как непосредственно они создались. Сейчас оговорку чуть не сказал, кто создал спутники Марса. Но нет, как они появились. И вот здесь фотографии советского, потом вторая версия российского, аппарата серии ФОБОС. Одна из самых удачных наших миссий по исследованию Марса и его спутников. Как видите, снимки в 90-е уже были намного лучше, чем в 60-е или 70-е. Вот здесь как раз мы уже стали подробно изучать, как выглядят эти спутники. Я бы отдельно отметил вот вот эту правую нижнюю гифку. Это солнечное затмение, снятое марсоходом Curiosity с поверхности Марса. ФОБОС затмевает Солнце. Так что представьте себе, затмение бывает не только на Земле. Ну и самое интересное, вот что прошло с Марсом. Вот все данные, которые мы получили, можно подвести к этому важному итогу, что благодаря уже современным аппаратам 2000-х годов, которые разрабатываются сейчас, стало понятно, что на Марсе в прошлом точно была вода. И самое интересное, что вот благодаря в том числе вот этим аппаратам мы много новой о Марсе узнали. Вот здесь панорама общей поверхности Марса, а теперь самое веселое. Примеры четырех настоящих снимков с помощью последних вообще аппаратов. И смотрите, что мы здесь можем видеть. А видеть можем огромное количество удивительных вещей. Здесь вот мы видим структуру, когда у нас пустыня какими-то очень плавными очертаниями обтекает холмы. Мы обычно привыкли, что у холмов бывают, особенно если это перетекает в горы, все-таки острые очертания. А здесь более плавные. Здесь мы можем видеть более сложное и цветное, то есть минералогически богатое отложение. Видим пустыню, где характерны почти что условно шестигранные следы, которые говорят о том, что это дно, видимо, либо бывшего моря, либо озера. Видим распластанный слой, видимо, что-то под землей провалилась, была пустота, и вот эта поверхность осела, из-за чего появились такие характерные следы. Все это говорит о том, что в прошлом на Марсе была вода. И более того, скорее всего, в виде льда мы его уже видели. Вот эта гифка, это облака, которые иногда можно увидеть на Марсе на закате. И вот такие облака частично состоят из льда углекислого газа, частично из, пускай невероятно редких, но все же паров воды, которые в малом количестве, но существуют на Марсе. Но самое удивительное, это вот этот снимок. Это сделал аппарат Феникс, он взял с кривком небольшую ложбинку, прорыл и увидел там какое-то белое вещество, подождал пару дней, его стало меньше. Скорее всего, это вода. Почему? Если бы это была соль, его бы меньше не стало. Если бы это был бы лед углекислого газа, он бы намного быстрее стал бы уменьшаться. А учитывая выходные данные, возможно, здесь обычный водяной лед, хотя и с примесями. Но самое главное, что Марс это полигон новых технологий. Огромное количество тех устройств и технологий, которые сейчас находятся у нас в кармане в смартфоне, в ноутбуках, они изначально либо разрабатывались, либо прямо сейчас разрабатываются, исходя из концепции дальнейшего изучения. И вот как итог, финал, последний слайд, который показывает нам то, что мы пока что на Марсе не исследовали. Самые большие загадки Марса сейчас — это марсианские пещеры. Мы уже знали и открыли, там точно есть пещеры. Но мы пока что ни разу никогда в них не бывали. А второе — это макроснимок. Считайте, что снимок через микроскоп, который был на борту нескольких марсоходов, который показывает мелкую структуру поверхности некоторых минералов. И что мы видим? Он с мягкими краями, что говорит о том, что, видимо, этот камень, минерал, образовался в воде. И, соответственно, вот две главные загадки, которые стоят к будущему и к будущему исследованию Марса — это исследовать, что находится в глубине марсианской Земли, а также исследовать то, а как вода существовала. Мы точно знаем, что она была, а вот сколько она была, где она была, в каком количестве, как текла, мы пока не знаем. Вот как раз здесь, в качестве ориентира, можете увидеть карту геологическую, построенную учеными, сотрудниками НАСА совместно с Европейским космическим агентством, которые покажут основные геологические регионы Марса. И самое во всем этом удивительное, что в будущем, я надеюсь, мы действительно сможем полететь на Марс, чтобы уже непосредственно самим все изучать. Точно так же, как появление космических аппаратов позволило нам значительно продвинуться в понимании того, что такое Марс, так, надеюсь, в будущем уже появление человека на поверхности Марса, так же значительно продвинет наше общее понимание того, что такое Марс. И отдельно слева инфографика, которая показывает, что в некоторых регионах Марса, самых низинных, достаточно низкое ионизирующее излучение. Поэтому, да, нам можно при полетах беспокоиться об уровнях радиации при перелете, но на поверхности Марса, по крайней мере в низинных регионах, он не такой уж и высокий. Потому что, как мы сейчас знаем, самое лучшее средство защиты непосредственно от ионизирующего излучения солнца, это все-таки атмосфера. Магнитное поле тоже неплохо, но атмосфера все-таки лучше, и она намного больше останавливает. И вот на этой прекрасной ноте, если желаете, можете подписаться на мою группу, куда иногда выкладываю свои лекции и выступления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!